Дорогие друзья, всем добрый день! У нас сегодня будет очередной обзорчик на стиральную машину. Сейчас Канди, низкая машина. Установлена она здесь вместе с раковиной. Много разговоров люди иногда ведут о том, что зачем нужны такие низкие машинки. Но вот если посмотреть площадь данной ванны, то тут два варианта. Либо установить такую машинку, либо остаться вовсе без машинки. Или там, например, без раковины, что тоже не очень хорошо там мыть всё над ванной. Поэтому, чтобы совместить вот это всё, на самом деле отличный вариант низкая машинка. У кого была низкая, тот и покупает. Только из-за габаритов и размеров её. Так, по самой машинке они, в принципе, не меняются. Сейчас человек тоже сказал, что до этого у него лет 6-7 отслужило. Внешнее отличие незаметно. Всё то же самое, что и было. Как бы они заняли свою нишу низких машинок, всё равно будут покупать по баку. Ну, небольшая загрузка такая вот. Небольшой бак. Ну, и визуально 4, в принципе. Как бы это уже почти, можно сказать, 5-килограммовые полноценные машинка. Раньше были 3,5 большие. Поэтому для таких маленьких размеров, 4 килограмма бак, мне кажется, это неплохо. Из минусов, что мне не очень нравится, при монтаже это отсутствие, ну, нет возможности отрегулировать задние ножки, только передние. Поэтому, если пол кривой, ставишь, естественно, жёстко, чтобы устойчиво стояло, но задние ножки покрутить невозможно. Здесь у нас выбор режима стирки. Все режимы будут указаны по типу тканей. Есть хлопок, есть быстрый, есть смешанный, есть деликатный, отдельный, есть отжим и полоскание. Всё так вот разбито на 4 группы. Ну, синтетика, это та же самая смешанная здесь. Антиаллергия, это будет увеличенное количество воды. Холодная стирка полностью отличается. Нагрев можно отрегулировать скорость отжима. Максимально здесь 1100. Минимально можно поставить 400. Также есть отложенный старт. И запуск на эту модель. Внизу есть фильтр сливной для прочистки насоса. Машинка оснащена отличным шерточным двигателем. Попробуй, если честно, не будет. По-моему, не разборный здесь, не имеется ошибка. Как каждый раз снимаю распортировочные болты, потому что, в принципе, бак видно, есть это, но это не вопрос, разворный ли он или нет. От всех здесь вход в порошок. Оставная спирта и палатка приходишь. Предварительный спирт, когда машинка уже не имеет. Здесь срапы не смотрятся, что такие люди будут. Попробуй, если обычный через рак, мы дополнительно выведем кран. Плюс флифт идет через тифон наверху, да, как положено. Так, машинка остановится, программа отменяется. Переведу в режим отжима и снова запустим. Отжим может быть мгновенно, прессовет всего лишь 7 минут. Обычно 10-15, даже не 10, 12-15 и более на современных машинках. Здесь за 7 минут можно отжать рекорд. Видео пока поставлю на паузу, немножко не берет оборот, дальше включусь и покажу, как отжимаю. Возвращаемся с корзовой машинки. Набровая скорость. Сейчас работает в режиме отжима. Ну, 1000 мне кажется, многовато для этой машинки все-таки. Вот 1100, можно по ней понизить и до 1000, а может быть и до 100 оборотов, все-таки будет более правильно для машинки. Но она не узкая, она низкая, и в принципе по габаритам такая, как с квадратной, довольно-таки поустойчивая. Если была бы узкая, то высокая, но менее устойчивая все-таки. Это по устойчивости, в принципе, неплохая машинка. Ну, вот такая легкая, незначительная вибрация, все равно чувствуется, как бы из-за того, что здесь невозможно ее все-таки регулировать, идеально по уровню такая. Задние ножки, там такие вот штуки, которые не регулируются. Может только передние. И на старых машинках, еще Италии, когда был, давно сработает, они вот эти передние ножки были более жесткие. Когда они стали ставить вот эти резинки, передние салтовки, более мягкая, она чуть-чуть начала покачиваться. А так вот она работает в режиме отжима, все у них диски. Как бы не в блоку. Ну, опять же, для своей цены, для своих размеров, как бы все по цене. Естественно, там Евронова, может быть, она ей будет чуть получше, или электролюк. Такой не пицценик будет, у Евронова в три раза выше, а у электролюкса минимум два раза выше. Но чаще всего из низких машин, как встречается каждый, что 5-7 лет служат, и низко нормально. Так все, взорную машину закончил. Кому понравилось видео, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на мой канал.